Диски И есть люди, которые меня видят впервые Смотрят, смотрят на меня Выгод с Живавлевым знакомым Я говорю, да, что такое? А, вспомнил, он у вас проводил семинар История церкви Где-то я вас видел Я точно знаю, что я у него не брала в толпе И в принципе То есть никакой крабольницы не должно быть Вот, но Слава Богу, давно, конечно же Сколько уже прошло, лет пять? Семь Да вы что? Нет Нет, вы что? Не рвите мое сердце Да-да-да, я тоже так свят-свят На том, что запечатываюсь на всякий случай Четыре или пять, да? Да, это четыре года рвется Четыре года, пять, Назар Шесть А, Назар был... Да-да-да, у нас в фотографии Назар был совсем маленький Да-да-да, а ему сейчас шесть У меня пять Вспомнили, ну вот общими усилиями Как хорошо, когда в теле Христа столько памяти С совместными усилиями мы вспомнили Слава Господу, я передаю вам микрофон Слава Богу Слава Иисусу Христу Да, дорогие друзья, разобрались Что давненько уже у вас не был На самом деле Ростов-на-Дону Вспоминали мы часто Потому как я приезжал с Таней Со своей средней души Да-да-да И в общем так получалось, что Я детей беру с собой в поездки иногда Какие-то, но вот так, чтобы С одним ребенком Это не часто И вот с Таней это была, наверное, пока единственная поездка такая Когда мы вдвоем С ней куда-то вырвались И она до сих пор вспоминает Эту поездку бывает Так что и пастора, и всех всех благоставляем Очень приятно быть снова здесь И в эти дни я проводил семинар Сегодня будет завершение Вот в пять часов, через пару часов Начало будет последней части этого семинара Это семинар Израиль и Церковь Церковь и Израиль Вчера, сегодня и завтра Вообще Семинар уже как бы уже заканчивается сегодня Но такое ощущение, что я к нему Даже еще не приступал Тема очень сложная на самом деле Очень непростая Это почувствовалось сразу Еще с того момента, когда мы С пастором Александром Договаривались об этом еще только Это чувствовалось во все эти дни И сегодняшним днем Знаете ли Я думаю, что все-таки начало Оно произойдет в конце Самое начало этого семинара Потому как Затрагиваем в этом семинаре И я, и все участвующие в этом семинаре Молящиеся за семинар Приходящие на семинар Интересующиеся этой темой Вообще Размышляющие об этом Мы затрагиваем как бы больной нерв христианства Наверное, самый проблемный зуб Если брать языком стоматологов Значит, как раз именно Вот антисемитизм В теле Христа Есть некоторые проблемы И порой Такие огромные проблемы В теле Господнем Мы знаем Это из притч Иисуса Христа Не только хорошее Растет на огороде Царства Божьего Не только доброе семя Растет, которые посеяны изначально Самим Богом Но и много сорняка Особенно тогда, когда лидеры просыпают Когда лидеры не бодрствуют Приходит враг То есть те, кого Бог поставил сторожами Пророки Учителя Апостолы Когда зевают в этот момент Враг не дремлет Он ищет лазейку И чтобы бросить Хотя бы горсть Но этих плевел Которые поначалу похожи на Злак добрый Но когда уже все начинает уже колоситься Там уже понятно Это не доброе Это плохое И знаете ли И здесь с претензиями Господу бесполезно обращаться Мол, как так? Нехороший ли ты сеешь? Это же царство Божье Царство Небесное Это же церковь Христа Как же в церкви такие антицерковные Антихристианские явления происходят Как же такое может быть в церкви Бесполезно из Господа обвинять Нет Он говорит Это враг посеял Это не я Это враг посеял А вы проспали Но Желание Прополоть огород царства Божьего Если учеников Но Господь Он удивителен Он Он неповторим просто Он Рассуждает не как человек Он Как Бог Он говорит Пусть растет И то и другое Он дает всем Даже самым последним сорнякам В царстве Божьем Стать хорошим злаком Он дает возможность Знаете ли Покаяться всем Я помню Я помню свидетельство Одного бывшего чекиста Засланца Такого КГБшного В религиозной структуре Имплантант Такой был внедрен Их много тогда Внедрялось В 60-е 70-е годы Особенно По борьбе с религиозными Организациями И он Занял Значит Одну из руководящих должностей В церкви пробился Используя Значит Компромат На некоторых служителей Используя Ну много Использовалось Негодных Таких методик Чтобы пробить Этих лжебратьев Волков Надевших Овечьи шкурки Значит Закончивших Семинарий Порой Но именно реально Чекистов В рясах Или без ряс Или в костюмах В пиджаках Кто был протестантом Был в баптистском братстве Вначале он Занимался Выявлением сети Баптистских Нерегистрированных Церквей И там его Вычислили Одно время И он тут же Перешел в регистрированное Братство Чтобы там продолжить свою работу Значит И Ну я не буду рассказывать Я скажу что Он Покаялся Еще было Советское время И его Могли за это Ликвидировать Физически Как ликвидировали Одного Покаявшегося Чекиста В Грузии Который Был в союзе Ну Баптисты Писатники Который Покаялся Он был В совете Присвитеров Но он Конкретно работал Сдавал братьев Значит И был имплантантом Но он покаялся Однажды И Вначале Писал Такие Левые отчеты А потом Сказал Комитетчикам Что он Христианин Да ладно Брось Ты что вжился в роль Да Он христианином стал Как Вспоминаю еще другого Параллельно Еще одного Бывшего В Римской империи Одного Клоуна Который Артиста Который просмеивал Знаете ли Между Гладиаторскими боями Между Бросанием христиан Ко львам Между кровавыми Зрелищами Были и Развлекательные Зрелищи Выходили Клоуны Артисты Стихи Смешки Развеивали Чтобы толпа немного Ух посмеялась А потом снова Адреналинчик А потом снова Кровушку пустить Вот это как бы было Хлеб и зрелище Вот чем жил Рим У времена У нравы И вот один артист Он должен был высмеивать христиан Пока там прибирали сцену Убирали части тел Значит Он разыгрывал С другими артистами Сцену Крещения Один из артистов Изображал Пресс Питера христианского Другой То есть они И все это конечно Подавали христианство Совершенно как Нелепую Секту Которого Которого Достойно просто Ну Презрения И прочее Но самое интересное Это видимо артист был Настоящий артист Который Интересовался Ролью Внимательно И он Имел возможность Побеседовать С теми Кого Бросают Ко львам Пока они Еще живы Чтобы узнать об их вероучении Как они разговаривают О чем они говорят Как они молятся Как Бог их выглядит Он хотел бы выяснить И вы знаете И он задумался над этим вопросом Увидев как христиане Воспевая Христа Гимны Богу Умирают Когда И вот Момент Как он разыгрывал Скрещение И вдруг этот артист Выходит из воды И он говорит Такой импровизированный бассейн И он говорит Я вижу Христа Я вижу сейчас Он прямо здесь Иисус Христос Все вначале Ха-ха-ха Ну как бы Очередной прикол какой-то А он так убедительный Что уже людям было уже не до смеха Ему говорят Заткнись Все хватит Ты уже разыгрался артист Долой его отсюда Он уже Христианство распространяет что ли И в конце концов Он настолько убедительно говорил Что Христос здесь Люди начинали верить в это уже Им было уже не по себе Знаете ли Гамбургеры И значит Попкорн Уже застревал у них Уже давайте быстрее Меняйте сцену Убирайте это все И выгнали христиан на арену Львов Этот артист остался с христианами До последнего И его съели Эти разорвали Эти хищники Вы знаете Интересная история И вот тут Про чекиста в Грузии Он покаялся И потом Собрали Заседание Как бы Грузинское СССР И значит Был вопрос О ликвидации физической Этого агента Внедренного Он много знает Как бы информации И что значит Теперь он Уже угрозу представляет Для системы Потому что Много Агентура Было Вживлено И возможно Что он Кого-то Может быть Сдал бы Информацию Какой-то И вот Было решено Неудачное Звание майора КГБ И Пришлось Сделать Хорошую Катастрофу Не просто Случай несчастный А уже Разбить Пожертвовать Вот это Фура Лихо назвать ее Перевозят топливо Которое ЦСР Пришлось Бензовоз Большой Пришлось Его Чтобы сделать Большую Катастрофу И да Второй раз Был удачный Пастер сгорел В машине своей Во время этой катастрофы Мы ехали обратно Молчали Никто не разговаривал По сути Потому что Они друг за другом Еще следили Чекистская система Такая гнилая Мой дедушка Был старым чекистом Как бы Немного Знаю эту систему Чуть-чуть Он был полковником НКВД Еще до войны И старых чекистов И знаете Что интересно В этих дедушках Они были подобраны Эти ребята Так Мы уже взрослые Мужчины Были подобраны Так Чтобы Они сами задумались Что будет дальше С ними Самими Вот И Потом союз разрушился Слава Богу Безбожный союз пал И Знаете Судьба некоторых Неизвестна Людей Некоторые из них Покаялись Вот один Испокаившийся Сегодня он Служитель В Песятническом братстве Бывший чекист И он говорит Что Дух Святой Так касался его Несколько раз Он был сорняком На огороде царства Да Но Дух-то касался Он говорит Что это То есть он как бы Всячески он Противился Чтобы не раскаяться Всячески противился Этому Но Потом однажды покаялся Слава Богу Знаете Господь держал Иуду Прямо возле себя И знал Что у него в церкви Маленькая была церковь Да Ну лидеры Он знал Что вороват Нечист на руку А так же доверил ему Богу халтерию Представляете У меня бы столько веры Не хватило никогда Если бы я знал бы Что допустим У меня в команде Вороват Нечист на руку Я бы никогда Оказывается ему не доверил Мне не хватило бы веры Не знаю Как бы А такое ощущение Что у Иисуса Вот так и поступал Хочешь На бери Как бы То есть Реализуйся В плохом или В хорошем Прояви себя Покажи себя Значит Слабо Вот кассу носить Вору Да Значит Дал носить эту кассу церковную Конечно Но это было Я думаю Даже для Иуды Думаю Где-то даже повод к сомнению Может быть А тот ли он За кого себя выдает Потому что если бы он знал бы все Наверное бы точно Забрал бы у меня последние эти Но Иисус был именно тот За кого он себя выдавал Он был Богом Так только Бог мог поступить вообще Только Бог мог так поступить Человек так не поступил бы никогда вообще Он дает каждому возможность И в Царстве Божьем В Церкви Христовой Конечно мы видим из притчи Иисуса Очень много разных проблем Не только не вот Евангелие Забирает из этого бушующего моря Погибающего Да Рыбу хорошую Но и негодную Но и плохую рыбу То есть всякую Хорошую собрали в сосуды Негодную Выбросят Хотя все было в сети Все было в одном собрании Все было в одном Улове Царство Евангелие Неводом Евангелия Да Все было выловлено Но потом будет сортировочка Значит И сорняками тоже Те которые останутся сорняками Значит Но разговор будет очень жесткий Такой конечно же Вот И мы знаем это И также Женщина Бросившая Закваску В три меры муки Пока не вскисла Все Это Если брать Еврейскую систему толкований Это очень плохой знак Значит Все будет сквашено Все будет просто заквашено И уничтожено по сути Но Господь Даже в такой ситуации Он остается оптимистом Смотря на царство свое Без розовых очков Знаете ли с одной стороны Реально 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 с этим глаза Однако же Он полон оптимизма Несмотря ни на что И устами Помазанника своего Павла Он Говорит в своей церкви Я хочу прочесть из первого послания Коринф Здесь Такие слова Первый Коринф Пятая глава Седьмой стих Ну Можно перед тем еще там Написано что мало закваска Квасит все тесто Написано Значит И вот седьмой стих Итак Очистите старую закваску Чтобы быть вам Новым тестом Так как вы Бесквасны Ибо Пасха Наша Христос Заклон за нас Посему Станем праздновать Не со старую закваску Не закваску Порок и лукавство Но с обрестниками Чистоты И истины И дальше как раз говорится О заквашивании Именно Грехом Знаете в контексте Церкви Грех Лжеучение Много Заквасок Всяких Попадает в тело Христа И оно все Вспучивается Оно все Подымается Это образ Нечистоты Начало седьмого стиха Звучит потрясающе Очистите старую закваску Чтобы быть там Беспасным Новым тестом Как это выглядит Представьте себе Муж сказал жене Дорогая Избеки мне Пирожков завтра Вот Дорогая поставила тесто А значит жена Тесто заквасилось Уже да Уже пышет уже И оно уже поднялось так Что вот уже все Вот хорошее тесто Пора приступать К пирожкам Лепите да И вдруг муж говорит О слушай Родная прости но Я передумал Сделай пресное мне Не дрожжевое тесто Вот что-то мне хочется Такого пресненького Такого Давай Вот это же тесто Но из него что-то такое Сделай пресное теперь Дорогая скажет Ну извини но уже поздно Как я отделю Одно от другого Вот примерно то же самое Господь говорит Скислие Ничего Отделите закваску Сделайте чистую Сделать Интересно Как это возможно Богу это возможно Человекам это не под силам И вообще Я считаю реформация Как раз удаление Это закваски Это чудо Когда Бог из Такого Горделивого кулича Нашей греховности Делает мацу Чистоты и праведности Как это Ни один пекарь здесь Все Все бессильно Невозможно это Но невозможно Человекам возможно Богу Если мы смиримся Если мы Каемся Если мы Действительно Отрекаемся От закваски Работа над ошибками Если мы доверяем Нашему Господу Бог совершает чудеса И мы Приобретаем Опресники Чистоты и истины Мы становимся Опресником Чистоты и истины И закваска Порока Написано И лукавство Она уходит от нас Спасибо Слава Богу Друзья мои И Ты может подумаешь У меня нет той закваски Это кажется В действительности Копни глубже Есть Разные закваски Есть закваски Фарисейские Да Садукейские Иродовые Закваска Иродова Ну тот же самый Цезарь Патвизм Политиканство Церковное Заигрывание Да Фарисейское Которое с лицемерием Мы знаем Да Можно о каждой Закваске Из Библии Говорить Ну как бы Более детально Но я сейчас Хочу обо всем этом Так вкупе Обобщиться Что закваска Это то что противится Божьему слову Божьему постановлению И в наших судьбах В нашей жизни Действительно Копнуть Очень много этой закваски И нужно отделять Да и по сути Вся жизнь наша Это отделение этой закваски Вся жизнь наша Это процесс Люкер назвал Жизнь нашу Христианскую Непрерывным покаянием Каждодневным Исповеданием Каждодневным покаянием Это очень мудро сказано На самом деле Потому как Если Мы Перестаем ощущать Нищету духовную Да Если мы начинаем думать Что мы уже разбогатели Если мы думаем Что мы уже достигли Да И в чем не имеем нужды То Библия называет это Состояние Несчастным Да Несчастен И нищ И слеп То есть человек Который Не работает над ошибками Об очищении Прежних грехов своих забыл Он Неизбежно Закваска приходит в действие Ты скажешь А у меня ее мало осталось уже В принципе я по большому счету Во многом чист Но это малое Оно начинает бродить в тебе И поэтому Пока мы на земле Нужно всегда прилагать усилия определенные Каждый день И о дембельских настроениях Таких Знаете Пусть Господь нас помилует Знаете Когда уже Мы перешагиваем черту Уже последнюю Финишную Тогда уже Все Когда уже с Господом Будем только Тогда уже можно расслабиться На небесах Но не раньше Ни в коем случае Я знаю Как расслаблялись Повы братья И потом И сестры падали И по себе знаю Как только расслабишься Где-то Не побудуешься Падаешь И потом Господь помилуй Что это такое Это закваска Начинает квасить Я удивлялся Как Порой Прежние Некоторые Грехи Которые Казалось бы Уже Не вспоминают О том Начинают О себе Заявлять Я удивляюсь Как порой Наследственные Какие-то проклятия О которых уже не думаешь Начинают Как-то Квасить Действовать Вдруг узнаешь В себе Допустим То что в детстве Ненавидел во взрослых Это что такое Это значит Приходят проклятия Которые начинают Ну Убивать тебя Закваска Квасить начинает Боже мой Да не будет такого И Надо принадлежать усилия Определенные Во-первых Осознавая Нищету Духовную То есть что сам Без него не сможет сделать Исповедание Выявление Во свет Всего этого Да Говоришь Богу Господь Да Я не могу с этим справиться Ты помоги мне Благослови меня Очисти меня И Знаете ли Такими вещами Происходят чудеса Таким путем Происходят чудеса В личной жизни Каждого верующего В жизни поместных церквей В жизни целых Динаминаций Есть грехи Отдельных христиан Есть закваска В жизни В судьбах Отдельных верующих Есть закваска В судьбах И В судьбах как бы Целых поместных церквей И даже динаминаций Есть разная закваска И поверьте Очень сложно порой На самом деле Освободиться От Вот Этих таких Тянущихся Через многие столетия Порой даже Этих проклятий Что касается Реформации Православной церкви Я скажу Приходится Очень сложно Потому что Уже тысячу лет Полторы тысячи лет Тянется Вот этот след И Знаете ли И он И Квасит Проблема Атисметизма Которая Позавчера Это Вообще Для нас Православных Это как бы Знаете ли Махинеса Это очень большая проблема На самом деле Вот сегодня Это наверное Особенно звучит Во время Вот этих дней Поста В традиционном Православии Сейчас идет пост Значит Я не пощусь Сейчас Знаете ли Но Мы постимся Тоже добровольно Как и десятины Мы Наставим На доброходности Вот И посты у нас Целевые И по Разным таким Вопросам Нужно Обязаловки Такое мы стараемся Избегать И Так вот Что интересно Во время Поста Великого Как раз В традиционном Православии Проклинаются Евреи Проклинаются Еврейские народы От лица молящихся Священники Повторяют Слова проклятия Делают это Не просто Даже В силу Традиции Большинство Священников Даже не задумываются Над тем Большинство Священников Даже Особо Внимание не акцентируют На то что они это делают А если замечали То стараются Так вот Избегать Конфликтов Внутреннего И священники Обычно мне Как говорят На эту тему Что не мы это придумали Не нам это отменять До нас положено Или же но Во веки веков Некоторые священники Говорят так Грех будет на тех Кто это все придумал А мы лишь винтики В этом механизме Мы лишь маленькие Знаете такие От нас ничего не зависит По ровным счетам Некоторые мне священники Даже говорили Уплекали Ну кому то что-то казало Но вышел из этой системы Я был раньше священником Традиционно Русской православной церкви Я не был Реформаторским Обновленческим Священником Я был обычным батюшкой Сельским батюшкой И в общем то Мне нравилась моя работа Очень сильно нравилась Кадила махать Мне очень нравилась Храмовая благочесть Я очень Знаете ли Это было по призванию Я очень любил это дело И знаете Так вот И казалось бы Вот уже все есть Как бы храм Который я мог мечтать Только На самом деле Как бы все было Церковный дом Жена красавица Двое детей Батюшка такой Знаете ли В почете Все хорошо Как бы значит Ну теперь только Живи да почивай Добра наживай Значит Но Знаете что интересно Ну так вот Одно мешало Бог Вот как бы А так все хорошо Знаете Одна проблема Бог Вот Так он есть Знаете Есть таки Бог на свете Знаете И без него как-то Как бы уже И храм Не храм Значит как бы И И ничто не радовало Знаете Я был похож на того монаха Который говорил даже в средние века Господи Если ты вестесущий Как так получается Что я каждый раз Оказываюсь там И тебя нет Вот Нечто подобное Такое было Тогда В моей Ну Семье И в моей личной Христианской жизни И Я Бога благодарю Что тогда Он меня вывел Из системы Определенной Религиозной И некоторые священники говорят Ну и кому что ты казал Ну ты ушел с того храма Да На твое место поставили другого батюшку Который исполняет те же самые традиции Вот И он это все читает Но во-первых я Не имел Как бы Цели Кому-то что-то доказывать У меня была одна проблема Это я Вот и мой Бог И Значит И Моя семья И Знаете Эрна Эрна Штегена Почитав тогда Проповедь В 1996 году Время начаться с Дома Божьего Там Есть такой эпизод Интересный У меня тогда коснулся Помню Когда Одному пастору Где-то там как раз в Южной Африке Значит Во сне Бог сказал Три вопроса задал ему Когда ты умрешь Где ты будешь Потом Когда умрет твоя семья Где она будет Потом Когда умрут прихожане Где они будут На все три вопроса Он не мог ничем ответить При людьми Он что-то сказал бы Но Пред Богом Он не мог ничего говорить Его уста Как бы этим все Закрыли-то были И он проснулся в ужасе И он Рассказал это как мог А потом Скоропотише скончался И вот Эрна дает Такой как бы Вопрос ставит Как бы Задает читателю И знаете ли Я вот батюшка в селе Я читаю это Это свидетельство И думаю стоп А вот если мне так Пред Богом пристать А ведь рано или поздно Придется пристать Где я буду Когда закончится Эта жизнь Где будет моя семья Моя жена Дети Где будут Мои прихожане У меня были Неутешительные Очень такие На те ответы И уже Все остальное Было не мило Знаете ли Когда благочинному Я рассказал Он приехал ко мне Благочинный Ну священник по этому Региону Старший Но мой начальник Будем так говорить И я рассказал ему Что так вот так Что Отец Василий Ну при всем уважении Извините Но просто по идейным соображениям Не могу больше оставаться Ну в рядах Русской православной церкви Вот А чем ты будешь заниматься вообще Ты дурак Ну люди Рвутся на это место А ты чем будешь заниматься вообще По сектам ходить Вообще Чего ты Тяжелее ходила Не поднимаешь ничего А чем Ну как Чем будешь зарабатывать вообще И И Дом оставишь Ну понятно Церковный дом Вот Значит И это как Предложили прыгнуть с парашютом Первый раз И не знаешь Откроют себе И вообще И это ночью И Неизвестно Над чем тебя выбросит Вообще это Короче больше вопросов чем ответов Вот И Ну прыгать надо Знаешь одно Потому что самолет Больше оставаться точно грохнется И Беда уже Уже крутой пике Вот у тебя шансов В общем то Ну как бы в принципе Выбор невеликий Я понимаю что если бы я остался в системе Мне порой страшно представить Если бы я тогда бы Ну остался бы в системе И до сих пор бы Кадила махал бы на приходе бы И думал что-то правильно Печатал у покойников И как бы Успокаивал бы свою совесть Крестил бы младенцев И Думал бы ну как бы Ну ладно стерпится Слюбится все таки может Как-то там из них Кто-то там не придет к вере Однажды Или как ни один батюшка В Москве говорил Уже покойный уже Ну я сам К мощам Когда там привозили в епархию Всех священников собирали Ну я как-то с фигой в кармане К мощам подхожил Значит все таки Вот а другой раз там Икону ключевую дворную основали Ну я как домой приходил Ну калюсь Ну типа Все таки она вертится Знаете ли Как Галилео Галилей Да Ну Знаете ли И Не хотелось бы Быть в такой шкуре Не дай Боже Знаете ли я понимаю Почему много нашего брата священника спивается Не от хорошей жизни А то что мозги надо отключить Потому что это мешает И вот эта закваска Знаете ли Она Это Ну наверное Самая гадкая Любой аферизм Это гадкая Но религиозный аферизм Это вдвойне гадкая Потому что Религиозный аферизм Наживается на Самых светлых Чувствах человека На самых светлых Таких Знаете ли Мотивах что ли человека Поэтому Знаете ли Быть аферистом Религиозным Очень не хотелось бы И Я поэтому Даже не знал куда Там что Примкнем мы Ну было желание конечно Первый месяц особенно Примкнуть какой-то динаминации Какой-то церкви Там прибиться Знаете ли Я не думал никогда там Лидером Каким-то пастором Не-не-не Я уже как бы на пасторов Стало захватит Вот значит Два раза В одной тоже вступать Думаю не буду никогда И вот значит И что интересно Мы ходили туда Туда Интересовались Но больше находили Вот с женой вместе Вдвоем Вот в общении Как бы находили Вот этой Ну божьей милости Так будет так говорить И И знаете И Потом Бог призвал К реформаторским Православным служением И Когда Был призыв Этот В Киеве Мы Переехали в Украину И Украина Стала Нашей второй Родиной Вот где Как реформатор я состоялся И Знаете И было Подумал я Уже в Киеве Думаю Ну не все так плохо Я бы был батюшкой Вот Бог меня спас Слава Богу Как бы все хорошо Но я было Стал забывать Вот эту закваску Так снова напомнилось Об этом все Рано или поздно Враг все равно Напоминает об этой закваске Знаете ли Не в одной так в другой форме Не важно И вот Однажды Я видел сон Когда Ну перед тем Я так как бы немного Судил Женщину одну Которая умирала от наркотиков Она была очень страшная такая Знаете вот Ну Это Ну грех никого не красит конечно Но это был случай такой Ну самый такой для меня Страшный в жизни Вот Она была голая фактически Но и кожи на ней тоже Мало было Вот И значит на ногах Кости были видны уже Вот То есть ну она была гнилая Как она была живая я не знаю вообще Под ней кровать была как большой памперс Вонища такая была в квартире там Куда мне привели Помолиться за нее Знаете я думал что это Как будто там покойник Уже лежал давно Она была живая Вот к ужасу своему И у нее глотка уже прогнила Уже тогда И значит Она могла только глазами моргать И вот и руками Рукой Не всей рукой А пальцами на руке Шевелить И все Больше в ней ничего не работало Представляете Вот Она имела огромный стаж героина И значит Когда-то была из крутых Но Дьявол так унизил вообще Что Просто диву даешься И вот Она Она Еще такая Еще в присоюзе Когда еще не было наркоманов официально Ну там с такими Блатными Элитными Но это мне потом рассказали Эту историю всю Эта женщина Ну и когда я приехал домой Уже я подумал Ну думаю слава Богу Что я не был Как некоторые люди Там в таком Ужасном состоянии Ну конечно я Попросил прощения А у Бога За то что осудил Ну думаю ну все таки Ну как бы В этом есть какая правда Но знаете интересно Во сне Бог показал Той же ночью Показал ту грязь которую Он меня вытащил Вот эту закваску Эта грязь Эта религиозного Оккультизма Многобожия И дало поклонство Многих других Вещей этих Знаете Та женщина была гнилая Снаружи А я Покажется был гнилой Весь внутри Мой фасад был хороший Закваска она Удивительная вещь Вот Она дает возможность Человеку быть Как бы Хорошим фасадом Да Но внутри Уродует Есть Уроды Внешне Да Есть уроды Внутренние Вот Закваска это Как бы стать уродом Внутренним Моральным уродом Уродом внутри Из уродов Внешне вроде нормальным Даже больше Больше чем нормально И это Ужасно И Что господа Братья и сестры Закваска может Работать в любой динаминации Это Это действительно Это не то что Вот Подумать Что это только лишь Удел Допустим Там Для православных Да Или для готовников допустим Да Хорошо так думать конечно До поры Но Знаете ли И Потом человек сталкивается Все равно что Эта проблема Она универсальна И Мы Тело Христа Хотим мы это или не хотим Вот И Когда один человек страдает Все тело страдает И все это Ауки Аукается по всему телу Христа И знаете друзья То есть Мы в одной подводной лодке Нам нужно как-то вместе спасаться Вот А не допить друг друга Знаете ли Вот Ну Правда в этом И Конечно Даже поэтому молиться друг за друга Потому как Осуждение Мы ослепляемся просто И как бы Начинаем думать о себе лучше чем Оно Того Достойно И Друзья Допустим Некоторые протестанты Я много слышал такого В Киеве Начинали говорить При виде батюшки Я заходил в реакции с крестом Они говорят Ох батюшки теперь ходят Слава богу Вот Пусть они покаются Вот Эти православные Там иконы целуют Там что-то еще Ну как бы Понимаете ли Идолопоклонство Да в православии Да оно такое К сожалению Такая вульгарная форма заболевания Как бы Там не увидеть это нельзя Просто Это слепым быть совсем Вот Христоматийное идолопоклонство Когда люди целуют мощи Там Перед иконой Остаются на колене Целуют ее Значит там Когда Перед ней свечки Выжигают перед иконой Якобы жертва богу Это как бы Такие христоматии Это вульгарные формы Идолопоклонства Конечно это проклятие Никто не спорит Но Знаете осуждение мало чем можно помочь здесь Здесь нужно На самом деле Если говоришь об этой проблеме Нужно говорить на самом деле И давать выход Определенный Знаете ли Помочь людям Выйти И Это очень сложно Поверьте очень сложно Я По живому Отрывал себя Как бы От этого всего Мы с женой очень Но трудно Переживали это Все это кажется просто Кажется просто На самом деле Не так просто Или допустим там Молитва Допустим там Ну Умершим святым многим К ней так прикипаешь Что не так то просто Это все вырвать Но это как бы Вульгарная форма заболевания Но есть Та же болезнь Только скрытая Которая может быть В любой деноминации И то же самое блюдо По другим соусам Написано Любостяжание Есть То же самое Любостяжание То же самое Идлопоклонник Идлослушитель Получается что Любостяжание Это славянское слово Его сейчас мы не употребляем так Буквально жадность Жадина Жадина Коверина Это уже любостяжатель Любовь к стяжанию То есть когда человек Он из всего Пытается материальную Выгоду извлечь И это в глазах Бога То же самое что там будет Икону Салавати И крест или мощи Понимаете ли И я допустим Вот тогда 2000 год 2001 год В Киеве Тоже пережил такой стресс такой Я видел как Многие братья Служители Христиане Евангельские Протестанты Да Они Перед тем они Ну Они говорили об Иисусе И с энтузиазмом И потом С таким же огоньком Они говорили о Пирамидах финансовых Вовлекали Некрепшие души В эти структуры Значит как бы И уже Приходя на собрание Уже смотрели друг на друга Как бы Кинь ближний твой Пока ближний твой не кинул тебя Как бы значит По такому как бы принципу А ведь это И в Украине Такое шикарное Пробуждение было тогда И оно было остановлено Не репрессиями Такими Не кальвам бросали христиан Нет Мамона сделала то Что любви не могли бы сделать Там любви в шоке будут Они А любви могут только Лизам погрызть снаружи А это изнутри Убивает христиан Представляете И Потом получалось так что Проблемы эти Они убивали Целая церковь Большая церковь На глазах Рассыпалась В 2003 году я был По этому поводу Даже как бы Такой легкой депрессией Значит И Меня пытались Вводить В религиозные структуры Такие Пракистанские Чтобы я был Где-то тоже там В этих системах Предлагались Бешеные проценты Если я буду Где-то хахта там Допустим В этих Учредителях Или там что-то еще И Говорилось Даже не Там сколько-то процентов А говорилось О двухстах процентов Даже Мне один из постарей Я предлагал Двести процентов Даже годовых Это что наркобизнес Я не знаю Какой бизнес Можно давать строго Мой дедушка Был банкиром Управляющим Рижским банком И он У него Четыре высших Образования Последние финансовые Но он по жизни Финансист вообще И он Когда Если предлагать Больше Чуть больше Особо верить не стоит Вообще А если предлагать Намного больше Вообще не верить Значит Даже человек может Искренно говорить тебе Но он сам обманут просто Потому что Есть закон В мире Вообще Любой закон Надо уважать А есть закон финансов Денег Он тоже закон И он работает Как гравитация закон Независимо от того Веришь то или не веришь то Нужно просто изучить этот закон И действовать в рамках этого закона Вот И понимать И знаете что друзья скажу Что конечно Я подумал было Тогда Думаю ну что ж я От волков опять На медведя нарвался Думаю хрен Рейский не слаще Как бы Не для того я Значит как бы Выходил из РПЦ Чтобы зарабатывать деньги Значит Я мог бы Намного более спокойнее И больше зарабатывать Находясь РПЦ Значит там Священником И плюс еще Под крышей Более надежный Вот как бы Знаете ли Там и КГБ Милиции Все там Все схвачено Политика Понимаете ли А здесь еще так шапка И валка непонятно вообще То есть если Значит быть афилистом Так уж по полной программе Значит Чем Вот так вот У протестантов Слава получается Нет ну это я не в обиду Наоборот говорю Слава Богу Бог не дает Загнить телу своему Он Он просто Протрезвеляет Многих христиан Слава Богу за все Знаете друзья Честно говоря Даже вот тогда В четвертом году Мы Уехали с Украины Именно вот Потому что я не мог больше видеть Как Священнослужитель Вот развал Который в христианстве Тогда В украинском наступил К сожалению Это было больно Еще было далеко До этих катастроф Больших финансовых Там значит Но Было больно Видеть Почему это все идет Вообще И знаете друзья Скажу что Бог дает всем Возможность покаяться Восстановиться Абсолютно всем И Он дает шанс И православным И протестантам И католикам Всем 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 Просто покаяться Обратиться Я вспоминаю Одного священника Вот Я собираюсь Даст Бог Если попаду в этом году В Прагу В Чехию Там будет конференция Посвящена Реформации Чешской И Яну Гусу И знаете Интересно Этот Ян Гус Чешский реформатор Все слышали его За 100 лет у Лютера Один из предтеч Великой реформации 16 столетия Судьба его трагично Оборвалась Да Он был сожжен на костре Инквизиции католической Но Что интересно Он писал о себе Что Он Стал священником В свое время Не потому что Он был так сильно набожен Он был в меру Религиозен Как в принципе Его все современники Он стал священником Потому что Не хотел работать Хотел зарабатывать Не хотел физически трудиться Хотел иметь уважение Тяжелее хотел Не поднимешь ничего Как бы значит И денежка тебе Там как бы Вот Постоянно все это пьяно Значит Да И И Знаете ли как бы И люди там шапки ломают перед тобой Значит Ты как бы значит Авторитет такой имеешь Не дворянин Но как бы Под него Значит И как бы он Он Когда пас гусей там Он смотрел на тех батюшек И думал Вот хорошо живут А Вот как бы вот так бы мне пожить бы Значит как бы Работать не хочу Как бы Вот А Хочу деньги иметь И почет И он пошел в семинарию И знаете Пробился парень Значит пробился Значит стал батюшкой Был очень доволен У него и хлеба до хлеба Значит и все как бы есть Значит почет Батюшка там в Праге уже Служат уже Все хорошо Да вот Проблема есть одна Бог Да Значит и Читая Евангелие Он А в то время в Праге бурлил Ой-ой-ой Там Знаете ли Королева чешская Там вообще Многие студенты Чешские Ребята Они учились в Англии В Линконшире Значит там В самом Лондоне Там еще в других городах Были Чехи Проживали Молодежь Студенчество И они возвращались Они слушали проповеди Вильям Как его Вот эти Лоунарды Чьи ученики Я забыл как его звали Забыл Такой Английский реформатор Кто Библию переводил в английский язык Кто может это помнит Джон Уиклиф Джон Уиклиф Как я мог забыть Ослышаться Виклифист Еще другое название такое В народе было Виклифист Джон Уиклиф Он Священник католической церкви Традиционной Да, тогда не было другой церкви в Европе Вот Который пошел путем реформации От традиционализма к Евангелию То есть это был Один из величайших претеч реформации Но у него необычная судьба была для претечи Он умер своей смертью Его сожгли Но после смерти уже Посмертно Когда от Папы Римского прибыла делегация Монахи с документом Все Мы ничего не знаем Папа приказал сжечь Виклифе Он уже умер Вот могилу Не знаю ничего Раскапывайте Ну ладно Раскопали Что теперь делать Тащите его бренное тело в зал суда Кошмар Это было Ну я больше в истории не встречал таких Значит Процессов судебных Знаете ли Интересно Есть такая программа Как бы называется В зале суда Как там Как это называется Час суда Час суда Представьте ребят Труп Принесли бы Такого еще не было такого программы Да? Надо предложить С элементами ужаса Да значит У меня есть пару сценариев таких ужасников Если в Голливуде будет кризис жанра Пусть призовут отца Сергия Он им подскажет Пару ужасников Та ночь Значит И знаете ли что Интересно И принесли труп Значит Облаченным во все священнической одежды его Облачили Значит У него был даже адвокат свой Подсудимый упрямо молчал Видимо молчание Знак согласия Видимо так расценивали В конце концов Приговор был оглашен Сжечь на костре Ну как бы Подсудимый особо не расстроился Даже никак не выразил протеста своего Одним словом Его труп взяли Там Зачитали приговор Народ собрался Все там Что такое Ватикане вообще там Чем они занимаются вообще батюшки Вот И сожгли труп Да Интересно Но Джон Уиклиф Он именно Посеял семинар информации Который Прошло больше ста лет Но они дали Всход хороший Слава Богу От традиционализма К Евангелию Это потрясающий Реформатор был Ну это Тема отдельная Ну так вот Иянгус Вот Был сырником А Бог сделал его злаком У нас батюшка один присоединился В прошлом году К нам К нашему братству С Румынии Он был священником Румынской Традиционной Православной церкви Теперь в Бухаристе У нас церковь там Реформаторская такая Румынская церковь православная И Отец Богдан Ионескор Был был афериста Он там такие вещи рассказывал Наши люди покатывались там Ну Он на румынском там И братья переводили на русский язык Потрясающее свидетельство Вот Пройдуха был еще тот Значит Зарабатывал на всем Значит Был игуменом Настоятелем монастыря Одного румынского На короткой ноге Значит там с митрополитом Значит даже к патриарху Был фош иногда Вот как бы значит Ну Не последнее лицо был В своей структуре Румынской Православной церкви Да вот одна проблема Бог Знаете ли он познакомился С евангельскими христианами Вначале презирая их А потом Услышав кое-что Душа его была пуста Он пытался алкоголем Залить это Все Эти попойки Орги Это пьянство Это все Знаете не давало ему ответа Внутри все равно пустота И в конце концов Он сдался И он с братьями Встал на колени Однажды помолился Ему в патриархии Один из секретарей сказал Сумасшедший Ты че Оставляли все И должность И монастырь И все Да Слагают полномочия Его готовили в Епирске По румынской церкви Он сложил все Полномочия Оставил все Но знаете ли друзья мои Думаю Слава Богу Господь сейчас готовит Кадры реформации Бог приготовляет И Он дает возможность Всем людям покаяться И достичь познания истины Первая Тимофея Вторая глава Бог хочет Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины А дальше сказано В пятом стихе Ибо един Бог И един посредник Между Богом и человеком Человек Христос Иисус Для спасения Людей всех Бог приготовил Путь спасения Который Сам Иисус Христос Аминь Друзья мои Я надеюсь что Не последний принес сюда Далеко не последний Работает в Мограде Почтный край Но я знаете что Я говорил это в первый Две вечера тоже Я молюсь о том Прошу вас молиться тоже Чтобы здесь В Южном округе Да федеральном Чтобы Господь поднял Своих делателей Чтобы те Может быть Сорняки в царстве Которые Сейчас Прозыпают Чтобы они покаялись Каким образом Стали хорошими Злаками И с другой стороны Чтобы Бог Выслал своих делателей На свою жатву великую Он знает Эти души Он знает Тех людей Которых Он Приготовил для этого служения Очень непростого служения А задача одна Спасти грешников Принести спасение Многие люди Из-за того что Средства массовой информации Такой образ врага Такой создают Знаете В лице протестантов Как сектантов Многие люди Поэтому шарахаются От немаленьких Христиан От баптистов От харизматов От бесятников Люди Часто заложники Вот этого зомби ящика Знаете Люди порой Как бы просто Не имеют своего мнения А живут тем Что им скажут По этому ящику Это ужасно конечно Но Знаете Не надо спешить Судить этих людей Но Знаете Будем молиться За покаяние людей И чтобы Господь Выслал своих делателей И я знаю что В рясах с крестами на груди Должны выйти Здесь сотни и тысячи Даже священников по России Которые принесут Евангелие Иисуса Христа К погибающему поколению Достичь Ведь Самое основное Чтобы люди были спасены А потом Для спасенных Достичь познания истины Достигать Познания истины Друзья И я думаю что Священники Которые вырастают И я их руку полагаю Наши епископы И они трудятся В городах В селах И я вижу что Вот Самое главное Плод спасенной души Самое основное Пусть у нас нет Храмов с куполами С крестами Но Как мы на Руси говорили В 15 веке еще Мил Сорский Высиан Патрикеев Говорили Храм не из бревен А храм из ребер Живой человек Живая душа Вот храм Божий Если люди будут спасены Это самое главное Друзья Но для тех кто спасен Достичь познания истины Достичь познания истины Как Господь нас достиг Так и мы должны достигнуть всего Удивительно Пример такой Иллюстрации Там на кафедре Как раз На служении вчера Звезда Давида На флаге Израиля Хорошее напоминание такое Два треугольника Верхом вниз Острием и острием Вверх и острием вниз Бог и человек Ищут друг друга Достигают друг друга И Красиво когда это гармонично Когда мы Наша Соединяется с Божественным Когда мы вместе Устремление человека вверх И Бога Устремление к нам К людям Слава Богу Пусть в нашей жизни это будет И Конечно прошу ваших молитв Потому что Время смутное Пугать не хочу Но скажу что На самом деле Мы видим К чему сейчас Идет политика Сегодня Чекисты Коммунисты и все прочие И же с ними фашисты Заявляют По сути Ну почти все Только на разный манер Одно и то же В принципе Идет речь о возрождении Некого такого Безбожного союза Вот И Есть разные Понимания Конечно Может кто видел фильм Иерусалим Обратный отсчет Он на русском еще Только должен выйти На английском Он уже есть уже У кого с английским Немного У меня плохой английский Но моего хватило английского Там все По Библии Там все понятно В принципе Вот Jesus Christ знаете что было Да? О май гад знаете да? Все основное поймете сами Вот Все понятно Потому что по писанию Восхищение церкви Это как раз снято По книге В прошлом году При малом бюджете С такими эффектами Что там в 2012 отдыхает даже Местами Местами Потрясающе Значит И знаете что интересно Сняли христиане По книге Джона Хейки Это баптистский пастор из Техаса Который очень много Учит о последних временах Это его как бы откровение И по книге Откровение Иисуса Христа Он очень много Книг написал Бестселлеры Перездающиеся там Большими тиражами И конечно О судьбе России Там очень так Ну Нелестно Земля Роша Машека Бывала должна Исполнить в последние дни Страшные прочества Библейские Но с другой стороны Я убежден что Бог Сегодня дает Время благодати Даже про Нинебию Про которую было сказано конкретно Все Суд Была милость Божья Знаете Господь Он милостив И перед тем В первом посаде к Тимофею Перед тем как написано Что Бог еще все спастились Он призывает нас Устами помазанных Николай Павла Молиться За весь народ За всех А в особенности Молиться Выделяем В третьем стихе Молиться за власти Начальствующих Чтобы жить в безмотежной Чистоте Кого бы сегодня Россия не избрала Мы не знаем Скоро почитаем Там скажем Кого избрала Россия Но Мы будем молиться Какая бы власть ни была Мы будем молиться Будем за начальствующихся Молиться Потому что Знаете ли Если даже придет Самые как бы идеальные Да Люди наверх Но если Бог не благословит Если Не будет Это молитвы Знаете ли Ничего доброго не будет Но если будет покаяние Если будет примирение То будет все доброе Бог может вырубить ситуацию Слава Богу Да друзья И Закваска Которая я говорил в начале Это страшная вещь Есть закваска политическая Есть закваска Религиозная Есть разного Рода закваски Но Господь Хочет видеть нас Опресником Мы с вами принимали мацу Опресники Мы с вами причащались Мацой Это очень хорошо Мне очень нравится Я бываю в разных церквях По разным бывает причастие Но мне очень нравится Я сам стараюсь держаться Такого принципа Причащаться опресником Это знак чистоты И истины И я хочу быть Такой мацой В руках моего Господа Я хочу Чтобы он смотрел на меня И радовался Не печалился А радовался Добрый и верный раб Войди в радость Господа своего Отец Спасибо тебе За этот день Спасибо за моих братьев и сестер Спасибо Отец Сущий на небесах За то что ты Прямо сейчас Господь с нами работаешь И во все дни наши Спасибо за то что Закваска твоя Прости Господь Закваска вражеская Которая в нас Она тобой удаляется Боже Всемогущий Спасибо за то что Господь Ты Боже Боже Позволяешь нам Благослови Господь Церковь Покрова Божьего Да будет так Господь Пусть твоя шахина Твой покров Пребудет Над всеми нами Аминь 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 Боже 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 ショ